Меня зовут Юля Сайфан, я художник. Приветствую всех, кто давно со мной, а также те, кто сегодня первый раз на моем канале. Работы, которые я хочу вам сегодня показать, я рисовала в разное время. Здесь разные техники, масляные пастели. Могу понять художников, которые останавливаются на определенном стиле. В основном это те, у кого хорошо покупают картины, они просто не хотят подниматься с теплого места. У меня же ситуация другая, поэтому вы можете наблюдать здесь и прогресс, и разнообразие стил и техник. Цельная композиция, которая разделена на три части, может быть повешена по отдельности, может быть вместе. В всех трех работах есть зайцы на переднем плане и деревья на заднем. И на последней работе хорошо видно зайца, его силуэт. Это серия эскизного характера. Обычно я рисую под музыку, но тут на ютубе я нашла чужой сеанс регрессивного гипноза. И это то, что у меня получилось совершенно случайным образом. Может быть речь о волшебстве рядом. Следующая серия на морскую тему. Задумывала о развитии истории слева направо. На закате столбы для электропроводов выглядят как мачты старинных кораблей. А здесь фактура масляной пастели, которая сама себя рисует. Девушка с мокрыми волосами. И шум моря. Эти работы не были продуманы как в серии, но они выполнены, видите, точками в одной и той же технике, поэтому я показываю их вместе. По отрывку книги Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». Графический роман о жизни Витцинта Ван Гога. Бумага черного цвета, а дальше понятно, просто мазками, масляной пастелью выполняла эти работы. Здесь как будто мы стоим за спиной Ван Гога. Наблюдаем все таким же теплым, как он это видел. Здесь нет копии его работ. Это мои впечатления о его работах. Я обычно люблю повторять сюжеты в каких-то разных цветах или разных композициях. В подсолнухе. Честно сказать, сюжет в Азии подсолнухов я просто не могла брать, потому что это настолько заезженная тема. Но поле подсолнухов еще как-то. Поле пшеницы. Здесь игралось констранством. Синий, фиолетовый, желтый, оранжевый. На этом я завершаю свой сегодняшний просмотр. Спасибо, что были со мной. Не забудьте написать, если вам нравится. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok